2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Аренду платить и так далее. Много лет назад, когда на Востоке стало небезопасно, многие люди из Донецкой области, Луганской области выехали, ища место для своего проживания, временного проживания. И к нам в общину приезжали очень много людей, которым мы помогали непосредственно, которым мы укладывали душу. Многие, может быть, не слышали, не видели, мы даже не поднимали этих людей для того, чтобы не было такого, знаете, чувства жалости, какие бедные и так далее. Мы просто брали ответственность и не выделяли этих людей, чтобы они не чувствовали себя в каком-то ущербном состоянии и помогали. Сегодня у нас в гостях Яна, которая, может быть, вы вспомните, она скажет, что Бог сделал за это время, когда мы смогли ей помочь поехать в одно место, которое очень важно и с которым мы сотрудничаем, и многие-многие люди воспользуются этой возможностью. Я верю, что это Божье дело, которое необходимо продолжать. Поэтому, Яна, иди сюда. Шалом, община, очень рада вообще здесь находиться. Так классно здесь. Хочу рассказать свою маленькую историю. Я жила здесь в Одессе, я сама приехала с Луганска, жила здесь в Одессе. И потом я попала в наркотическую зависимость, от которой я не могла сама никак избавиться. У меня были здесь знакомые в общине, я обратилась. И мне настоятельно сказали ехать в реабилитационный центр в Киеве. Я пыталась у кого-то здесь, у разных людей в общине найти ответ, что нет, не едь, не надо туда ехать, ты сама сможешь справиться с этим. Но слава Богу, что мне никто этого не сказал. И я поехала в реабилитационный центр. Я закончила реабилитацию. Я служу Господу, я служу в этом центре. Я благодарна Валентину Романовичу, его жене, Олегу, Паше, Марине, Лисе, многим людям, которые знают меня здесь за поддержку и за то, что меня не оставляли. Меня не то, что отослали и забыли обо мне, обо мне волновались, заботились, помогали и материально, и физически мне помогали. И приезжали меня, и навещали. Ну, это действительно семья. Это новая семья, которую дал мне Господь. Спасибо Богу за то, что он мне подарил эту новую жизнь и новых прекрасных людей. Но я хочу позвать Татьяну сюда. Человека, которого вы знаете давно, 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 давно. О том, о чем она будет говорить, многие, да, многие, многие люди игнорируют. Игнорируют. Большинство из нас игнорируют, когда говорят, «Друзья, там есть книга жалоб и предложений». Жалобы к Богу о том, что у нас происходит, а предложение – это сказать спасибо. Книга жалоб и предложений есть. Предложение – помолиться, да? И мы молимся. Очень часто люди хотят такого, что вот за нас Божий человек помолился. И я почувствовал, почувствовал, что-то пришло, ушло. И я стал здоровый, стал бегать, танцевать и так далее. Я вам скажу тоже так. Я когда вышел после собрания и начал кричать, я опять хожу. Я опять хожу. Меня спросили, что случилось? У меня украли машину. Тоже чудо в обратную сторону, правильно, да? Ну, благодарность Богу. Но здесь совсем другое. То, что касается нас и сердца. Услышьте, услышьте, что происходит, когда люди Божьи, вообще вся община молится, не индивидуально. Там типа, дай мне помолиться, меня Бог помазал, и ты посмотришь. Аминь. Церковь Божья, община Божья помазана. И Бог говорит, я дам силу, ключи, да? И врата ада не одолеют ее. Вот так. Шаббат, шалом, дорогая община. В первую очередь хочу сказать, что я благодарна Господу за то, что у меня есть все вы, семья, которые всегда на протяжении многих лет со мной, когда мне плохо, со мной вместе плачут, когда мне радостно, со мной вместе смеются, когда мне тяжело, меня утешают. Я благодарна и говорю всем вам спасибо. И говорю в первую очередь спасибо Богу, что вы все у меня есть одна большая семья. Во-вторых, я тоже, как и девочка, которая приходила только что свидетельствовать, и как многие уже знают, я тоже бывший наркоман. Слава Богу, уже давнейший бывший. Ну и, естественно, в результате этого всего я, как говорится, у меня были очень многие болезни. Многие еще есть, но дело не в этом. Хочу сказать о славе Божьей, которая есть в данный момент. Вот две бумажки, о которой одна с амбулаторной карты, где пишется за 10, 11, 12 и за 13 год. Я сдавала анализы, когда проходила пенсию, и у меня каждый раз обнаруживали хронический гепатит С. Как бы он никуда не девался, это я заработала себе, как говорится, будучи наркоманом. Я долгое время не сдавала анализы, но и не могу сказать, что я сильно много общилась, но писала пару раз в записке, чтобы Господь исцелил мою печень, потому что хочется все-таки не умереть от цирроза. И в общем, ну и даже потом забыла. В этом году я прохожу очередную комиссию на ВТЭК и опять сдаю анализы на гепатит С, и у меня написано «Не обнаружено». Так что я благодарю Господа за его чудное исцеление, которое практически... Я не стояла на коленях за это. Я... Но Бог, Он знает, Он слышит. И все, что мы у Него просим, все эти записки, которые Он все видит, все читает, и в свое время Он все это нам дает и на все отвечает. Слава Господу! 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. «Израэль» «Израэль» Продолжение следует...